Библейский портал экзегет.ру представляет 29-й псалом. Наши лекции записываются в редакции портала экзегет.ру. По надписанию 29-го псалма он был воспет при освящении дома. В иудейской традиции данный псалом соотносился с праздником Ханука и, соответственно, связан с торжеством очищения Иерусалимского храма от языческой мерзости. Праздник впервые стал праздноваться в середине II века до Рождества Христова, после восстания Маккавеев. В то же время текст псалма имеет разительное сходство с молитвой языки царя Иудейского, когда он был болен и выздоровел от болезни. В силу этого некоторые современные исследователи считают, что данный псалом был написан автором после выздоровления от болезни. В частности, на это намекает и слово «ликование», «торжество», которое имеет параллели между II книгой царств и данным псалмом. Блаженный Феодорит на протяжении всего толкования на этот псалом постоянно подчеркивал, что автором псалма вполне мог быть сам Языкия, поскольку Давид не строил божественного храма, в то время как Языкия по высокоумию своему действительно чуть не умер, но по Божию человеколюбию выздоровел, прожил еще 15 лет и совершил в храме великое торжество после избавления от ассирийского нашествия. Структура 29-го псалма проста. Он состоит из двух всплесков ликования, обрамляющих личное признание псалмопевца в том, что его самоуверенность привела к палачевному результату. Неподдельный восторг псалмопевца, что он снова обрел силу и достоинства, пронизывает хвалебную песнь, совершенно не затуманенную временем. Стихи со 2 по 4. Псалмопевец превозносит Господа за то, что тот поднял, исцелил и оживил его. По 2 и 3 стиху псалмопевец испытывал болезнь и столкнулся со смертью. «Поднял меня, буквально вытащил меня, как поднимают ведро из глубокого колодца». Это выражение имеет тот смысл, что вывел, буквально вывел душу из ада, восстановил, исцелил, избавил от смерти. Псалом ничего не говорит ни о социальных потрясениях, ни о войне, ни о конфликтных поступках автора, которые могли породить вражду против него. Враги злорадствуют, надеясь, что болезнь псалмопевца приведет его к смерти. Псалмопевец возвеличивает Господа за личное отношение к нему. «Бог мой, ибо он ответил на его молитву об исцелении». Стихи 5 и 6. «Божие святые призываются к словословию Бога, ибо на мгновение гнев его, а на всю жизнь благоволение его. Вечером водворяется плач, а на утро радость». Это выражение по блаженному Феодориту также намекает на Языкею, который вечером со слезами помолился, а на утро уже получил исцеление. Чудный поэтический образ кратковременности страданий, за которыми выцаряется радость, находит свое продолжение в словах апостола Павла. «Кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерно преизбытке вечную славу. Сиюминутная печаль мало весит по сравнению с тяжестем, блеском той славы, которая путеводит в вечность». Стихи 7-8. По литературе мудрости благоденствие нередко приводит к беспечности, непредусмотрительности. По книге Иеремии Господь обращался к Иоакиму, сыну иудейского царя Иосии, с такими словами. «Я говорил тебе во время благоденствия твоего, но ты сказал, не послушаю. Таково было поведение твое с самой юности твоей, что ты не слушал голоса моего». Книга-притч достаточно резко высказывается о безрассудстве благоденствующих лиц, которые не прислушиваются к голосу Бога. Упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. В Псалме автор говорит о своей болезни, как о наказании. Бог на мгновение прогневался на него, и псалмопевец заплакал. Достаточно Богу было отвернуть свое лицо, как любое существо, начинает беспокоиться, а затем умирает и превращается в прах. По 103-му Псалму. В противовес человеку, который подобен надломленной соломинке, Бог — это крепость, которая подобна скале. Фраза «Моя гора» по всей видимости указывает на гору Сион. Твердостоящая гора — это образ стабильности в здоровье, в социальном устройстве, обороне от врагов. Так уверенность в будущем приобретается через доверие к Богу и постоянное пребывание пред лицом Его. Стихи 10 и 4 говорят об одном и том же. Выпрашивая исцеление, псалмопевец пытается Богу доказать, что его смерть — это потеря для самого Бога. Слово «польза» имеет вполне приземленный утилитарный смысл — прибыль. Тем самым псалмопевец намекает на вполне практическую сторону дела. Если он сойдет в могилу, то какая же польза Богу? Кто будет славить Господа и проповедовать по миру о его истине? Стихи 12 и 13. После символического снятия в лосинице псалмопевец словно одевается в одежду радости. Это перемена одежды и радостный танец ликования напоминают нам о Давиде, который, одевшись в леной ефот, скакал из всей силы перед Господом при возвращении ковчега. Душа псалмопевца прославляет Господа и не умолкает. Она желает Бога славить вечно. Критикуя тех неразумных людей, которые подолгу ходили во вретище и плакали об умерших, блаженный Феодорит обращается к нам, побуждает ободриться, ибо нам, принявшим одежду воскресения, справедливо не плакать об умерших, но благодушно ожидать воскресения. Поводом для такой проповеди для Феодорита Кирского являются жизнеутверждающие слова данного псалма. «Растерзал оси вретище мое и припоясал мне си весельем, и обратил плач мой в радость мне». Итак, слово «ликование» в русском переводе, которое относится к словам, к славянскому протексту, это буквально танец. То есть Давид скакал, прыгал, танцевал перед ковчегом. Ну и, значит, самое главное, что, наверное, мы можем взять из этого псалма, это ощущение временности страданий, на мгновение. С вечера до утра меняется все. На вечер был плач, а на утро выдворилась радость. Так, после временных страданий длительная радость в Господе.